Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Петр Олегович Моночинский, ведущий, специалист, эксперт правового отдела управления Федеральной антимонопольной службы Московской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы сегодня подробно поговорить о деятельности именно вашего отдела. В чем заключается специфика работы? Правовый отдел Московского областного УФАС России представляет интересы антимонопольного органа в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Основной задачей представителей управления является доказывание законности и обоснованности принятых управлением решений, предписаний и постановлений. На сегодняшний день было проведено около 1100 судебных заседаний с участием представителей управления и в производстве находится около 430 дел судебных. Формирование судебной практики – это важнейшая работа управления, поскольку каждое законное решение несет за собой административные последствия. И чтобы избежать санкций за нарушение антимонопольного законодательства, наши оппоненты обжалуют те или иные наши решения. Больше всего на сегодняшний день обжалуются решения, принятые в рамках закона о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Это где-то 60% от общего числа дел. Если говорить именно об обжаловании решений, на сколько процента проигранных вами дел и выигранных? Проигранных, я думаю, менее 10% от общих дел. Это случаи, особенно часто встречающиеся как раз решения, которые обжаловываются в рамках 44-223 федерального закона о включении в реестр недобросовестных поставщиков. Потому что в рамках данных законов комиссия управления рассматривает жалобы заказчиков о включении информации об обществах, об участниках в реестр недобросовестных поставщиков. И это одна из наиболее распространенных санкций за нарушение антимонопольного законодательства. Соответственно, очень много таких решений именно обжалуются в суде. То есть компании хотят доказать, что они невиновны и хотят попасть в тот самый список? Да. В данный реестр вносятся компании, которые либо недобросовестно исполняют свои обязанности в рамках контракта, либо уклоняются от заключения контракта. И один из основных доводов, который, по мнению наших оппонентов, должен послужить отмене решения, является то, что в рамках государственного и муниципального заказа они не смогут в течение двух лет осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Но вместе с тем, арбитражный суд, высший арбитражный суд Российской Федерации указал, что включение сведений об обществе в данный реестр не подавляет экономическую инициативу самостоятельность общества, не ограничивая чрезмерно права на распоряжение своего имущества и способности и не ограничивая введение хозяйственной деятельности. И поскольку у нас в соответствии с Гражданским кодексом предпринимательская является самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск, то общество должно прогнозировать самостоятельно все последствия введения данной деятельности, в том числе и негативные. И когда заключается контракт государственно-муниципальный, стороны вступают в правоотношения по расходованию государственных и бюджетных средств на социально-экономические нужды. И общество должно понимать, что они должны с большей осмотрительностью и бережностью выполнять обязательства в рамках конкретного контракта, поскольку ненадлежащее исполнение таких обязанностей влечет негативные последствия, такие как реестр. И до 2019 года у нас была позиция по рассмотрению этих дел формально. То есть подход был рассмотрение именно процедуры одностороннего отказа, порядок, соблюдение всех сроков, надлежащего уведомления участника и размещения информации. Поскольку, когда стороны заключают договор, контракт, между ними возникают гражданские правовые отношения, которым управление в рамках рассмотрения дел об одностороннем отказе, как основании для включения в реестр, не могло давать оценку, поскольку это компетенция суда. И этот односторонний отказ сам по себе является юридическим фактом, который также можно обжаловать в суде. И случается так, что общество идет обжаловать в суд наше решение о включении в реестр, и параллельно обжалует односторонний отказ заказчика. В таком случае, как правило, суд производства по нашему делу приостанавливает до вступления в законную силу акта, где оспаривается односторонний отказ. И в случае, если такой односторонний отказ признается незаконным, наше решение также сносит, потому что это приюдиция для нас. И чтобы вот такого не было, с марта 2019 года поменялась позиция ФАС России, и в каждом конкретном случае мы смотрим все обстоятельства, все документы и доказательства, представленные сторонами. Это должно обеспечивать дополнительные гарантии законности решения, но несогласных стало только больше. Потому что заказчики, которые привыкли к формальному подходу, идут теперь активно обжаловать решение о невключении общества, потому что считают, что мы не вправе давать оценку гражданскому правилу отношения. Вы сказали о том, что больше всего дел связано именно с закупками. Вот с чем Вы связываете такое количество? Ну, это вот именно, как правило, как раз что обжалуются решения о включении в реестр недопросовестных поставщиков. Нет, я имею в виду именно увеличение дел, которые к Вам поступают, по которым Вы ведете производство. В части именно закупок, вот с чем это связано? Это связано с не совсем правильной трактовкой законов собственниками? Или вот с чем? Почему делают больше всего ошибок именно в этом направлении? Потому что больше всего, к сожалению, нарушений в рамках государственного и муниципального контракта. У нас оппоненты ссылаются постоянно на добросовестное поведение с их стороны, ссылаются на отсутствие намерения отказаться от заключения контракта или ненадлежащим образом его исполнять. Очень часто слышим доводы про технические причины, по которым невозможно было заключить контракт. Там компьютер сломался, даже такое бывает. И ссылаются на обстоятельства непреодолимые и чрезвычайные. Но чаще всего, что оказывается на деле, когда уже ФАС вступает в работу и поднимает все документы? На деле оказывается, что общество сбивается до последнего цену на торгах, чтобы победить. Потом при подсчете понимает, что на самом-то деле за такую цену они не справятся с взятыми на себя обязанностями. И пытаются уклониться от... И это ведь нарушение, правильно? Потому что ведь если есть техническое задание, то уже не может быть поставлены ни материалы другие, ни качество работ не может быть проведено меньше или хуже, чем заложено в ТЗ. Да, если общество подает заявку, значит она автоматически соглашается со всеми условиями конкурсной документации. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можно с заказчиком обговорить это до заключения контракта. Но если вы контракт, если вас признают победителем, вы обязаны заключить контракт после всех протоколов разногласий. И все. И с того момента, если вы ненадлежащим образом исполняете обязанности свои или вообще не заключаете этот контракт, то заказчик имеет право обратиться к нам. Ну, получается, что участники торгов сами себя загоняют в угол. С одной стороны, стараясь получить заветные контракты, сбивая цену, после они понимают, что для них выполнение условий по контракту попросту невыгодно. И они понесут убытки и огромные финансовые потери. То есть, вот как вы считаете, это возможно вообще уравновесить? Все-таки? Ну, у нас часто еще проявляется недобросовестная конкуренция. И иногда хозяйствующие субъекты участвуют на торгах не с целью заключить договор, а с целью максимально сбить цену для своих конкурентов, чтобы им было невыгодно исполнять данный договор. Ну и, соответственно, бывает ситуация, когда они объявляются победителями, и у них уже нет просто обратного пути. Вы сказали, что только за 2019 год порядка 1100 дел было рассмотрено и было проведено УФАС в Московской области. То есть, это получается в среднем по 3-4 дела в день? Это в судах не у нас, а с участием наших представителей. Ну, в любом случае, это ведь если разделись на календарный год, то получается огромная цифра. У нас... Сколько у вас сотрудников весь этот объем выполняет? У нас выполняет этот объем 6 сотрудников, в том числе начальника отдела. Но, как правило, в неделю, вот сейчас, под конец года, где-то по 40 судебных заседаний. В день? В неделю. А, в неделю. В день может быть 5-6. В неделю, то есть, ну, мы делим, получается, по 8 заседаний в среднем. Да, в среднем. И иногда бывает даже в разных судах. То есть, это может быть и оба суда первой инстанции, и 9-й, и 10-й апелляционные суды, и в арбитражный суд Московского округа. То есть, мы так по всему городу. Но все-таки за последние годы количество дел растет или уменьшается? Вот есть какая-то динамика? Подсчитываете ли вы ее? Растет. У нас вот именно обжалуются в судебном порядке. К сожалению, дела растут, количество дел растет. С чем вы это связываете? Ну, сейчас очень много именно конкурентных процедур проводится на территории Московской области. Вот все больше к этим процедурам присоединяются субъекты малого и среднего бизнеса. Соответственно, такой поток жалоб и такой поток дел, который рассматривается отделом по обжалованию закупок, из всего этого огромного потока, конечно, достается вот и нам, не согласны. Но у них дел еще больше в разы. Петр Олегович, мы немного коснулись картельных сговоров. Вот все-таки, что представляют собой картельные соглашения и на что ссылаются заявители в судебных процессах? Картель, антиконкурентное соглашение, это письменное или устное соглашение между ухозяйствующими субъектами и конкурентами, направленное на определенные цели и действия. Такие, как повышение, понижение, поддержание цен на торгах, раздел товарного рынка, ограничение или прекращение производства товаров или незаключение договора с определенными продавцами и покупателями. Самые распространенные на территории Московской области на данный момент – это картели по поддержанию цен на электронных аукционах. Когда во время аукциона есть два участника в сговоре, которые торгуются на 0,5 и 1% и прекращают торговаться. В то же время, при здоровой конкуренции, когда идет конкурентная борьба за контракт, эти же самые участники торгуются на 20-30% и ниже от начальной максимальной цены контракта. Также бывают случаи, когда в таком соглашении три и более лица, два из которых сразу делают максимальную ставку снижения на 50-90% и останавливаются. И третий участник буквально на последних минутах аукциона снижает начальную цену на 1%. В дальнейшем при вскрытии заявок устанавливается, что первые участники не могут быть допущены, потому что в их заявках отсутствует какая-либо документация. И победителем признается третий участник, который снизил максимальную цену на 1%. Выгода заключается в том, что начальная максимальная цена контракта всегда устанавливается средней по району или региону, и в нее, естественно, закладывается запас. Она не может быть минимальной. Соответственно, чем ниже снижение, тем больше прибыль участника. У нас, получается, участник получает сверхприбыль, а бюджет Московской области несет потери. И участники таких соглашений, поскольку такие соглашения, как правило, всегда заключаются в устной форме, полагают, что это трудно доказать. Это не так? Это не так, потому что из толкования статьи 11 закона о защите конкуренции, картельные соглашения запрещаются сами по себе. То есть антимонопольные органы или суд, применяющий такой запрет, не обязаны устанавливать факт вредоносного воздействия картеля на конкуренцию, а лишь устанавливают по формальным основаниям состав, по цели такого соглашения. То есть если установлено, что это картельное соглашение, то все наказание будет неминуемо? Безусловно. И причем даже если это на конкуренцию никак не отразилось вредоносно, вот само то, что они уже объединились для того, чтобы поиметь какую-то выгоду на аукционе, это уже нарушение законодательства. Поэтому диспозиция части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции является альтернативной, поскольку она предусматривает как реальную возможность, так и угрозу наступления последствий. И чтобы доказать наличие картельного соглашения, просто оценивается совокупность действий участников, таких как использование одинаковых IP-адресов при подаче заявок или осуществление иных действий на торговой площадке юридически значимых, совпадение с фост-файлов в заявках, что говорит о том, что заявки готовились одними и теми жилицами, одинаковые банковские ключи и ЦП, потом перевод денежных средств между участниками с целью взаимопомощи на торгах, ну и соответственно их поведение в иных аукционах и отсутствие конкурентной борьбы, которая приводит, естественно, к минимальному снижению как раз начальной максимальной цены. Если говорить о том, что, ну в общем-то, эти решения обжалуются, в том числе и в судебном порядке, вот о чем говорят заявители, как они пытаются ваше решение обжаловать? Какие аргументы они приводят? Тоже, знаете, каждый раз удивляемся. Некоторые заявляют о том, что они вообще не знали, что есть такой состав, что есть картельное соглашение, и они случайно, да, такое поведение у них было. Случайные заявки были отправлены одним, да? Да, с одного компьютера, да. Некоторые нам говорили о том, что они не являются конкурентами, и они просто друг друга страховали, если вдруг представитель одного общества не успеет там сделать какую-нибудь заявку. Ну партнеры просто, да? Партнеры, да, другое общество, за него там все делает нормально. Вот, и так далее. То есть, никогда ни у кого нет умысла, и все считают, что раз заказчик устанавливает такую начальную максимальную цену, значит, зачем ее сбивать? Но мы-то говорим о том, что это публичные денежные средства, и что заказчику необходимо как можно более выгодно заключить контракт. И поэтому поддержание цены там на 0,5-1%, когда происходит снижение, это для бюджета невыгодно. Это все понятно. Вот в части санкций, что будет с картельными соглашениями, если они установлены, какие санкции применяются? Это штрафы. Штрафы немаленькие. И в некоторых случаях, если картельное соглашение достаточно большое, и сумма, которую они там заработали на торгах, свыше 50 миллионов, то такие дела уже рассматривает ФАС России, и за это уже предусмотрена даже уголовная ответственность. Петр Олегович, граждане часто сталкиваются с рекламными СМС-сообщениями. Обращаются ли к вам с подобными жалобами? Да, вы знаете, на сегодняшний день лидером по количеству уже который год нарушений является СМС-спам. Это рекламные СМС-сообщения, которые приходят практически каждому абоненту на мобильный телефон. Такие сообщения носят сведения у рекламодателей обобщенного характера и направлены на его продвижение на рынке. Нарушением это будет в том случае, если абонент не давал своего согласия на получение такой рекламы. Но законодателям не установлена форма такого согласия, поэтому она может быть получена в любой форме посредством совершения абонентом действий, которые, во-первых, позволяют абсолютно точно идентифицировать его и позволяют достоверно установить его согласие на получение такой рекламы. Бремя доказывания лежит на рекламораспространителе наличие такого согласия. И у нас граждане буквально каждый день оставляют свою личную информацию в различных магазинах, когда заполняем анкеты на получение бонусных карт, на интернет-сайтах и при заключении договора. Особенно часто договора связи, оказание услуг связи. Такой договор, он по умолчанию всегда содержит пункт о согласии на получение рекламы. В некоторых случаях мы даже сталкиваемся... Он еще составлен таким образом, что написано очень мелким шерифтом, и не все до конца читают, и, естественно, никто его не видит. А во-вторых, даже бывают случаи, когда там уже пропечатана галочка вашего согласия, вам даже не придется самому это сделать. Тут необходимо отметить, что это навязывание абоненту услуг, от которых он вправе отказаться. И в данном случае при заключении договора физическими лицами последние, не являясь участниками профессиональными гражданских правоотношений, и в то же время, будучи заблужденными авторитетом профессионального контрагента, внешней правомерностью его действий и невозможностью от них отказаться, могут добросовестно, заблуждаясь, действовать против своих интересов, соглашаясь с полным текстом договора. И коммерческие организации этим активно пользуются, оправдывая нарушения законных прав требований потребителя. И также бывают случаи, когда, например, оператор мобильной связи в одностороннем порядке изменяет условия оказания услуг связи. И о чем абоненты якобы извещаются путем опубликования данных сведений на официальном сайте общества. И ссылаясь на отсутствие возражений по поводу таких изменений, оператор утверждает, что им получено согласие абонента. То есть вы же знаете, что на сайте МТС и Мегафона есть договор. Вы наверняка не заходили и не читали его. И этот договор еще может изменяться в одностороннем порядке. И вы потом, оказывается, даете свое согласие. Но тут, конечно же, нужно учитывать, что данные правоотношения в сфере рекламы, они ориентированы в первую очередь на повышенную защиту именно потребителя. Поэтому незнание потребителя, не имея знаний профессиональных в гражданских правоотношениях, может способствовать тому, что абонент даже не поймет, в какой момент и в какой форме он дал свое согласие. А со стороны оператора это будет просто навязывание, нарушение, что является просто злоупотреблением правом, что не подлежит защите судебной в контексте 10 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Ну что же делать абоненту? Писать жалобу, прикладывать тексты этих смс-сообщений. Если это звонки, которые в последнее время участились, это банки, страховые компании, магазины, которые просто отвлекают. Да, звонки. Бесконечные, какое-то просто нереальное количество. Именно звонков. Вот как в этом случае делать? Хорошо, если есть сообщение, его можно распечатать. А звонок? Звонок все равно можно. Некоторые люди записывают, прислывают нам аудиозаписи. Можем потом обратиться к оператору мобильной связи с целью проверки действительно входящего звонка от этого абонента. Мы установим, что этот номер принадлежит рекламораспространителю и посмотрим, что действительно данный звонок поступал на номер абонента. А кто будет все-таки в этом случае отвечать? Оператор связи, либо компания, которая получила доступ, например, к базе или к мобильному телефону абонента и навязывает ему рекламу. На ком будет лежать ответственность? Как правило, реклама распространитель, потому что при заключении договора услуг связи мы автоматически даем согласие на получение рекламы, если не пишем заявку на отказ. Но оператор сам заключается со своими партнерами договор, в соответствии с которым он рассылает сообщения рекламораспространителя, рекламодателя. И там условиями договора предусмотрено, что такие сообщения могут отправляться только с согласия абонента. И доказать такое согласие должен именно рекламодатель, а не оператор мобильной связи. Получается, что оператор мобильной связи совсем ни при чем? Ну ведь как-то не очень все стыкуется. Он предоставляет ваш номер, но отвечать за это будет именно рекламодатель, который составляет данную рекламу, чтобы, во-первых, было ваше согласие на получение такой рекламы, а во-вторых, реклама отвечала всем требованиям закона. Получается, что абоненты, они в первую очередь становятся жертвами собственной правовой безграмотности. То есть нежелание или невнимательность при прочтении, при заключении договора, она ведет к определенным моментам, которые могут в будущем возникнуть. Поэтому лучше все-таки лишний раз перечитать, зайти в свой личный кабинет на сайте оператора связи, попросить предоставить свой договор и узнать о тех или иных действиях, которые могут возникнуть. Да, лучше, во-первых, всегда сразу, покупая сим-карту, отказываться от рассылки рекламы и следить, где вы оставляете свой номер телефона и что вы заполняете, и где вы даете согласие на получение рекламы. Но если вам приходят такие сообщения, они, как правило, являются рекламой, поскольку в них обычно нет полного наименования рекламы распространителя. Его организационно-правовой формы. Там указаны только привлекательные условия получения какой-то услуги или одно из множества существенных условий. Это все является нарушением, и суды поддерживают управление по данному вопросу. И факт нарушения антимонопольного законодательства... Какое выносится предписание по таким делам? Что в результате получает абонент? Его отключают от рассылки рекламы? Да, как только абонент заявляет, они обязаны сразу же прекратить распространение рекламы. И, соответственно, мы возбуждаем дело и привлекаем к административной ответственности рекламу распространителя. Назначаем ему штраф, как правило, минимальный, там 100 тысяч за СМС-ку. И каждый раз абсолютно в суде мы потом слышим такие доводы, что именно этот случай был уникальный, именно этот случай был малозначительный, никакой общественной опасности не было, что этот минимальный назначенный штраф является чрезмерно большим. Но все эти доводы подлежат отклонению, поскольку законодательные нормы сформулированы с достаточной четкостью, чтобы общество могло прогнозировать последствия своих действий. И если общество знает о том, что оно совершает противоправные действия, то оно должно понимать, что осуществление или неосуществление этих действий зависит только от него самого. С одной стороны, СМС-оповещение в виде рекламы, а с другой стороны, СМС-оповещение, когда включается уже дело мошенники. Вот как, откуда они получают эти базы телефонов, ведь огромное количество сейчас и детям приходят. СМС-сообщение, наберите код, переведите денежные средства, получите игру и пожилым людям. И действительно в огромном количестве сейчас становится жертвами мошенников, в том числе через СМС. По мошенникам мы не скажем. Ничего мы не скажем, это уже все не ваше. Это не наше. Петр Олегович, давайте подведем итог нашей сегодняшней беседы и в целом итоги 2019 года для Вашего отдела. По сравнению с предыдущими годами количество дел все-таки уменьшается, но по какой-то причине количество судебных процессов увеличивается наоборот. И все-таки больше обжалуются в этом году, как правило, именно решения, принятые в рамках 44-23-го федеральных законов. Это муниципальные закупки? Да, по закупке. Муниципальные контракты. Спасибо Вам за интересную беседу. Вы смотрели специальные интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Спасибо, до свидания.